Доброе утро, дорогие коллеги! Я постараюсь не очень сильно вас грузить в первые лекции. И начать бы хотелось с вопроса. Это, пожалуйста, поднимите руку тех, кто знает, что такое мебетоксины. Нет, вы поднимите, держите, держите ваши руки, чтобы я видел в зале. Да, есть? Отлично. Так, значит, кто-то уже знает, поэтому я бы хотел, наверное, сегодня не очень сильно углубляться в теорию и говорить о практике. Говорить о практике, говорить о тех инструментах практически, которые я бы мог вам дать в руки для работы в поле, для работы на фабрике. Я вопросами к токсинам занимаюсь в последние 10 лет своей жизни, поэтому если я чего-то не успею рассказать вам сейчас в процессе лекции, обязательно подойдите ко мне сегодня на круглый стол, и мы с вами продолжим обсуждать, я могу говорить сутки по вопросам. Микрофон, мне кажется, не очень хорошо слышно. Не работает. Давайте без микрофона я погромче буду говорить, иначе это очень как-то... Да нормально. Не работает. Не работает. Давайте начнем с вопроса, что такое микротоксины в принципе, разберемся. Я хотел бы говорить очень просто, поверите, что могу углубиться в теорию, и как бы здесь цитировать главы из учебника, но если говорить о простом, то у нас растение растет на поле. На поле образуются из-за стресс-условий, то есть засуха, влажность, слишком высокая температура, слишком низкая температура, то есть глиматические стрессы, так называются. Из этого образуются грибки. Эти грибки, они сами по себе не вредны, но они вырабатывают микротоксины. Вот эти микротоксины, они для самого растения опасны, но не так сильно, как опасны для животных, которым мы кормим, кормом, в составе которого есть сырье с микротоксинами. Я дальше расскажу вам, как растение само себя защищает от микротоксинов, это тоже достаточно важно понять. Но нам нужно разобраться сейчас в том, как эти микротоксины влияют дальше при попадании в комбикорм и при попадании в желудочно-кишечный тракт птицы. Сегодня мы будем говорить про несушек, поэтому начать бы я хотел с того, чтобы разобраться в принципе с тем, как микротоксины влияют на долгорастущую птицу. И прежде всего нам нужно дифференцировать такие вещи, как индикаторы и симптомы микротоксинов. То есть то, как симптомы микротоксинов влияют на птицу, и то, что мы видим в первую очередь, то, чего мы не можем избежать. Многие люди говорят о том, что это можно сделать, но я хотел бы вам сегодня говорить исключительно те вещи, которые доказаны, которые подтверждены испытаниями и которые развенчают мифы, которые сейчас ходят по нашей индустрии. Вот прежде всего ротовая полость. То есть мы с вами знаем, что при попадании в ротовую полость токсичный корм образует язву, язвенное поражение. Соответственно, если у нас в ротовой полости находится токсичный корм, если мы сами с вами едим токсичными, не токсичными, грязными руками, например, мы видим, что образуются язвочки. Вот эти язвочки, их избежать невозможно, потому что если мы говорим о профилактике, то она начинает работать в желудке, когда корм попадает в желудок, если мы что-то используем, ассорвент, эти активаторы, мектоксин, то они начинают работать в желудке. Поэтому вот эти язвочки избежать никогда не получится. Ну, и сделать так, чтобы они пропали, не получится. Опять же, корм попадает в желудок. В желудке он находится 30 минут. Эти 30 минут начинает появляться поражение эрозии желудка, то есть эрозии язвы желудка. Это тоже то, что, к сожалению, будет всегда, если вы будете кормить птицу токсичными кармами. Почему? По законам физики, в первую очередь, попадает самый мелкий корм в нижнюю часть желудка, то есть там, где он переходит в кишечник дальше. Соответственно, это нижняя часть желудка, чаще всего, и мы видим на скрытиях, там образуются поражения, эрозии желудка. И если мы в процессе 30 минут корм лежит у нас в желудке, переваривается до попадания в кишечник, в это время, если корм токсичный, эти эрозии, они в любом случае будут образовываться, что бы мы ни применяли. Наша задача избежать того, чтобы корм токсичный попал в кишечник, то есть нейтрализовать его до попадания в кишечник. Соответственно, вот в эти 30 минут мы стараемся это сделать. Дальше я хотел бы поговорить о других симптомах, но не очень сильно мне пригубляться, потому что главное, что мы должны помнить, к сожалению, мы, ну, наверное, я не знаю, может, к счастью, может, к сожалению, но ярких симптомов миготоксикоза мы видим не всегда. Для того, чтобы увидеть яркие симптомы миготоксикоза у каждого отдельного миготоксина, то мы должны иметь действительно по-настоящему очень высокую концентрацию. Очень высокая концентрация у нас есть в сырье. В этом году особенно я дальше об этом буду говорить. Но если мы размешиваем это сырье в составе комбикорма, у нас там 10, 15, 20%, 30% токсичной, то, конечно, ее токсичность снижается при попадании в готовый комбикорм. И мы видим не яркие проявления миготоксикозов, а мы видим уже последствия, которые прежде всего связаны со снижением иммунитета. То есть каждый миготоксин у него имеет свои определенные симптомы, очень характерные для него. Но главное помнить, что все миготоксины прежде всего влияют на то, что проявляются другие заболевания более ярко. То есть так называемые секундарные инфекции развиваются более активно. Соответственно, мы с вами зачастую видим не поражение почек, там вот как-то токсины, или не поражение слизистой кишечника, там от Дона Т2, а мы видим то, что почему-то перестает работать у нас так эффективно программа в вуцинации. Мы видим, что перестает работать как седиастатик, так хорошо, как он работал до этого. Мы видим только то, что птица реагирует на токсичный корм тем, что ее иммунитет падает. И нам надо предотвратить вот это падение иммунитета прежде всего. Я бы хотел немножко остановиться буквально на одном микотоксине зеролинон, потому что здесь важно сказать, он отличается от всех остальных, он очень похож на эстроген, на гормон, который отвечает за репродуктивные функции. И из-за этого этот зеролинон очень сильно влияет на потомство, на репродуктивные функции, на оплодотворяемость. И это самый опасный токсин для родстада. Все остальные микотоксины, они опасны для промышленной несушки, и мы должны очень сильно стараться контролировать их в кормах. Как я дальше расскажу? Что еще важно сказать? Мы говорим про несушек, то есть это долго растущая птица, то есть она потребляет токсичный корм каждый день на протяжении двух лет. Если вы ее кормите, вы станете токсичным кормом. Если это какой-то определенный период, допустим, лето, и у вас пришли токсичные корма, все равно вы кормите не как бройлеры 40 дней, вы кормите несколько месяцев. Поэтому даже небольшие концентрации микотоксинов в кормах, невысокие, они имеют особенность накапливаться. И из-за этого накапления происходит со временем то, о чем я говорил до этого, то есть падение иммунитета. Это первая характерная черта для несушек, потому что если 40 дней, допустим, бройлер потребляет токсичный корм, он чаще всего мы наблюдаем острыми к токсикозам. То есть мы видим то, что, как показано в предыдущем слайде, то есть яркие поражения почек, поражения кишечника. У несушки мы прежде всего видим именно вот это снижение иммунитета из-за того, что мы долгое время, даже если невысокими концентрациями, кормим птицу токсичным кормом, и ее иммунитет значительно падает. У несушек есть критические периоды, да, это молодая птица до 8 недель, это птица перед разносом, и это птица на пике продуктивности. Это те периоды, когда особенно важно нам следить за тем, чтобы корм не был токсичным. Теперь вот несколько слайдов я хотел бы показать именно по вопросу снижения иммунитета. Я говорил вам, что, к сожалению, если мы кормим токсичным кормом, то у нас вакцины работают не очень хорошо, коксидиостатики работают не так эффективно. На этом слайде как раз-таки один из таких примеров. Мы видим, что здесь птица искусственно зараженная коксидиозом, то есть мы видим, что высокая смертность и поражение у птицы от коксидии. Соответственно, дальше мы вводим коксидиостатик, и мы можем предотвратить и поражение, и смертность таким путем. Но если мы вводим коксидиостатик в присутствие микотоксина, здесь в первом случае относительно невысокая дозировка, мы видим, что уже начинает появляться поражение. Если мы вводим коксидиостатик и количество микотоксина выше, то есть в два раза, то мы видим, что уже появляется смертность. Если мы используем коксидиостатик и стараемся предвартирить коксидиоз при крайне высокой концентрации мифтоксина, то у нас уже фактически коксидиостатик может перестать работать. Аналогичная картина наблюдается и относительно колебактериоза. То есть мы видим в данном случае, что есть контрольная группа, есть группа с заражённой колебактериями, и группа, заражённая микотоксином. Здесь поражение... И группа, заражённая микотоксином. В саммосте микотоксин смертность не приводит к поголовье. Но если мы вводим колебактерии, это искусственное заражение, когда мы вводим колебактерии совместно с микотоксином, здесь в данном случае охротоксин мы использовали, то мы видим, что поражение гораздо выше, чем при колебактериозе в отсутствии микотоксинов. То есть микотоксины усиливают действие колебактерий на организм птицы. И нам надо помнить, что таким образом у нас развиваются и все возможные секундарные эффекты гораздо активнее, если у нас присутствуют микотоксины. Именно поэтому у нас эта тема часто является поводом для ссор и споров между зоотехниками и врачом. Потому что люди говорят, что виноваты... Зоотехник говорит, что виноваты вакцины или диастазики, которые не работают. Врачи говорят, что виноват токсичный корм. Поэтому нам нужно всегда разбираться, всё-таки, что есть у нас в кормах, есть ли у нас микотоксины, и каким образом те или иные концентрации будут влиять на организм птицы. На этом слайде я хотел бы вам показать влияние микотоксинов на вакцинацию. В этом году у нас очень высокая концентрация микотоксинов в кормах, и мы наблюдали вот этот пример на нескольких фабриках, в том числе здесь присутствующих, на бродерной секции. Мы наблюдали на одной из фабрик, на родстаде, как сильно падают титры при использовании кормов токсичных с высокой концентрацией микотоксинов, и как удаются эти титры восстановить, как бы избежать этого падения, если мы используем правильную систему профилактики, то есть если мы используем диактиватор микотоксинов. В данном случае синим показана контрольная группа, здесь у нас показана группа с микотоксином, то есть мы видим, насколько сильно падают титры, если у нас сильно токсичные корма. И зеленым отмечены те группы, где мы использовали профилактику для того, чтобы предотвратить это сильное падение титров. Здесь я как раз-таки показал то, о чем вкратце сказал в начале лекции, то есть о том, что зеролинон у нас, да, очень сильно влияет на именно род стада, то есть из-за того, что он очень похож по своей химической структуре на гормон эстроген, он проникает внутрь клетки и влияет на воспроизводство дальнейших птицей. Падают все репродуктивные функции, и, соответственно, мы видим, что теряется облаготворяемость, падает количество цыплят на несушку, и мы теряем деньги. Я могу сказать так, что может до 4-5 цыплят на несушку быть меньше, если вы используете такие токсичные карма с зеролиноном в составе. Что еще важно нам знать, если мы говорим особенно про яичную птицу? Важно знать, что миконоксины переходят в яйцо. То есть, если мы говорим о промышленной несушке, то переходим в яйцо, сейчас даже в Европе уже нормируют афлотоксины, например, в яйце, и в Европе не могут торговать между странами стран Евросоюза, если у них в конечных продуктах, в мясе, в молоке, в яйце, обнаружены микотоксины. У нас пока такого нет, но мы должны помнить, что это происходит, а особенно важно помнить, что происходит это и в том числе на родительском стадии, и, соответственно, если мы даем очень токсичный карма, то у нас цыпленок, который мы получаем от такой несушки, тоже будет заражен у нас с первого дня микотоксинами. Поэтому надо стараться этот вопрос контролировать и смотреть на то, что у нас происходит с нашими кармами. Теперь я хотел бы поговорить о том, как мы диагностируем микотоксины. Начать вот с этого слайда, на котором три разных образца кукурузы, то есть три образца разной кукурузы. Действительно, мы можем зачастую анализировать глазами. И я видел такую кукурузу, которую я бы не стал давать птице однозначно. Но, к сожалению, не всегда это так. Не всегда мы видим вот эти характерные поражения, когда мы видим, что она такая как горячая красного цвета или что она такая вся наоборот черная. Не всегда. Здесь три образца кукурузы, которые мы отобрали в этом году и разница в концентрации, например, донов в 34 раза в этом образце отличается от образца, который вы видите с левой стороны. Поэтому не всегда мы можем это увидеть глазами, а осложняется анализы тем, как, к сожалению, мы отбираем пробу. То есть, если на комбикормом заводе практически все знают, как отбирать пробу. То есть, там люди это делают ежедневно, там есть специальные приборы для этого. То, если мы это делаем на фабрике, к сожалению, не все специалисты это делают грамотно. И проблема в том, что микотоксины располагаются неравномерно. Они располагаются вот такими горячими точками. И поэтому, зачастую, когда я приезжаю на фабрику, я даже специально проверяю специалистов сам, я прошу отобрать пробы. Они говорят, да, сейчас мы сделаем. Я иду вместе с ними, я прихожу в цех, где лежит такая большая куча зерна. Человек подходит, совочком берет вот так вот мне в пакетик отдает этот образец и говорит, давайте, пожалуйста, и везите в Москву анализируйте. Но, к сожалению, если вы будете делать так, то это не даст вам никакого положительного результата. Это только запутает. Так как вы можете отобрать этим совочком вот из этой части и не увидеть там микотоксинов. Или вот наоборот из этой, где микотоксинов очень много и вы себя запутаете, не поняв, что же нужно дальше делать с этим кормом. Поэтому отбирать нужно обязательно среднюю пробу. Мы разработали, у нас есть методичка по отбору средней пробы. В конце, в последнем слайде будет ссылка на сайт, на котором вы можете всю информацию, которую я сегодня не говорю, скачать, там есть и эта методичка, и справочник о симптоматике, так как сегодня у меня практически полчаса, я не смогу все вам рассказать. Все, что не успею, все вы найдете там. Чем еще осложняются анализы? В начале лекции я сказал вам о том, что растение само себя защищает от микотоксинов. И происходит это так, что она связывает молекулы микотоксинов с молекулой глюкозы, то есть блокирует ее таким образом, и в организме растения эти микотоксины не несут никакого вреда из-за этого. Но проблема в том, что вот этот микотоксин, связанный с глюкозой, например, Дон-3-бликозит, то есть он имеет другую химическую структуру, и когда мы с вами отдаем карманы анализы, мы, к сожалению, этот Дон-3-бликозит не можем видеть, если мы анализируем на Дон. То есть они отличаются друг от друга, но при попадании в организм птицы у нас происходит гидролиз, и эта молекула глюкозы защипляется от молекулы Дона, то есть он становится токсичным. Соответственно, мы его в кормах не видим, но он является токсичным, и это составляет до 50% от присутствующего в кормах Дона. То есть, существую половину одного из наиболее опасных микотоксинов мы не можем просто элементарно обнаружить. Это такое, как ниндзя, убийца невидимой нашей птицы. Поэтому современные методики анализа, они подразумевают не только то, что мы будем искать Дон, но и то, что мы должны искать Дон, тригликозид и другие, связанные с глюкозой химические структуры микотоксинов, которые стандартными методами анализов мы просто обнаружить, к сожалению, не можем. Дальше. Перед тем, как говорить про этот слайд, я бы хотел сказать про так называемую ПДК, предельно допустимую концентрацию, на которую мы все с вами опираемся, которые очень часто нам дают в поле датом анализов в лабораториях, в правой графе. К сожалению, я могу вам сказать, что этого делать, наверное, уже не стоит. Почему? Потому что в последний раз ПДК переиздавались в 99-м году. Это уже 18 лет назад. Соответственно, с тех пор в России, к сожалению, этого никто не делал. Почему? Потому что это очень дорого. В Европе, в Америке ПДК переиздавали. И мы можем опираться сейчас на какие-то цифры, которые есть у них. Тем не менее, не все обладают, к сожалению, иностранным языком, поэтому не все могут эту информацию скачать, не все могут прочитать, почему там не одна цифра, а почему там три цифры, там низкая, средняя, высокая концентрация в Европе и в Америке. То есть нельзя так сказать, что вот есть 100 и вот меньше 100 безопасно, а больше 100 будет опасно. Нет, так нельзя говорить уже. Нельзя говорить потому, что эти цифры не будут учитывать дефекта синергизма. А мы уже отлично знаем, что может быть Т2, например, в концентрации 100 мкг в кг, а может быть всего его 20, и он будет ниже ПДК. Но будут другие микотоксины в кормах присутствовать, которые будут усиливать его действие, и он будет уже, даже может быть более опасен, чем в концентрации 100. Поэтому, к сожалению, ПДК не учитывает эффекты синергизма, а соответственно, на мой взгляд, с практической точки зрения их использовать просто элементарно эти цифры уже нельзя. Соответственно, нужно делать интерпретацию, основываясь на всех полученных цифрах в результате анализов, и уже смотреть, как они будут влиять, учитывая то, что мы сейчас на данный момент знаем, и чего мы не знали в 2000 году, 17 лет назад, да, то есть это еще не было изучено так хорошо, и мы не знали, какие микотоксины, каких других микотоксинов могут усиливать эффект. Теперь про методы анализов. Ну, практически на каждом комбикормовом заводе, но не на каждом, да, но на многих стоит ИФА экспресс-тесты для того, чтобы предотвратить попадание вот этого крайне токсичного корма сырья в комбикорм. То есть на приемке идет проверка, и если сырье очень токсичное, мы его стараемся отправить обратно, не использовать, да. Эти экспресс-тесты встречать нельзя. Они нужны, они важны, они должны быть, но они должны быть для того, чтобы не пропустить крайне сильно высокотоксичное сырье, не дать им выпасть в комбикорм. Но если же мы говорим про анализы самого комбикорма, то есть не сырья, которые используются для его приготовления, а готового комбикорма, то эти ИФА-тесты, они уже не работают. То есть они работают, экспресс-тесты работают только для анализа сырья. Для того, чтобы анализировать комбикорм, нам нужно использовать либо высокоэффективный жидко-синкроматограф, либо его же в сочетании с тандемным масс-эффектрометром. Я не буду говорить сейчас про сам хроматограф, я скажу про масс-эффектрометром, потому что это уникальное оборудование, которое до недавнего времени было всего лишь в семи странах мира, то есть в Америке, во Франции, в Австралии, в Индии, еще нескольких странах. И, к сожалению, нам приходилось зачастую тратить большое количество времени для того, чтобы отправить образец в одной из этих стран, дождаться, пока мы пройдем все, соберем все бумаги, чтобы туда отправить, там дождаться, пока проанализируют образец сырья или комбикорма, да, потом дождаться, пока эти анализы придут, перевести их уже такой практически не актуально для каждой фабрики, так как это занимало очень-очень много времени. И к этому времени, пока мы получали результат анализов, это сырье или комбикорм уже просто съедался. Соответственно, такого оборудования в России не было, и мы приняли решение, компания Камин, что такое оборудование нам здесь нужно, поэтому мы вложили полмиллиона евро и установили такое оборудование в Внитипе, в городе Сергеев-Пасад, уже, наверное, полтора или два года назад. Это как раз-таки фотография с открытия вот этого приборчика, который мы там теперь стоит. Теперь он в распоряжении всех вас. Вы можете не ждать, пока образец дойдет до заграничной лаборатории, пока мы переведем их от анализов. Теперь это все происходит гораздо быстрее. Для наших клиентов анализы на этом оборудовании мы делаем бесплатно. Для тех, кто с нами не работает, это стоит 12 тысяч рублей. Но я могу вам сказать, что это, во-первых, прибор, да, он не принадлежит на компании Биомин, он принадлежит Внитипу, Сергеев-Пасаду, мы его подарили, поэтому как бы вы платите не нам, вы платите Внитипу. Во-вторых, 12 тысяч рублей – это анализ уже на 16 микотоксинов сейчас. То есть это самое большое количество микотоксинов, которое вы можете в России проанализировать и определить в составе, опять же, да, не только сырья, но уже и готового комбикорма. То есть то, что мы не могли делать ИФА-тестами, теперь мы можем делать здесь. Иван, а срок вполне обмешивает, стандартный. Смотря что сезонность. Сезонность. В 5 дней мы берем. То есть если мы, допустим, получили в понедельник в лабораторию образец, то в пятницу мы уже готовы предоставить, ну опять же, да, мы готовы уже предоставить цифры, да, если мы в любом случае делаем интерпретацию, то есть мы можем быстрее отправить цифры, но интерпретация занимает еще 2-3 дня. Это делает компьютер, то есть он смотрит те цифры, которые мы получили, и на основе этих цифр выдаёт такое заключение, то есть вы видите, как вот эти, этот конкретный образец может повлиять на вашу птицу, на вашу поголовье, что вы можете наблюдать в поле, на фабрике и, соответственно, уже более, с лучшим пониманием подходить к использованию данной формы. То есть расскажу про цену, почему важно, да, потому что 12 тысяч рублей это 16 микотоксинов. Если вы отдадите в любую другую лабораторию, допустим, да, ну, какой-то менее точной, то 20 тысяч рублей стоит один микотоксин, да, то есть если вы анализируете на 6, то это уже будет 12, а здесь вы получите 16 микотоксинов плюс интерпретацию результатов анализов. Для чего мы это сделали? Ну, мы решили, вернее, для чего использовать этот прибор. Раньше у нас всегда такая была карта, которую мы получали из Европы, и вы видите, что здесь есть как бы Россия, есть данные по России, как по Восточной Европе, но, к сожалению, по сути, эти цифры, которые мы получали каждый год, были основаны вот на этой части Восточной Европы, а вот эта вся Россия, она как бы была вроде как под общую гребенку, и это неправильно, да, абсолютно, потому что то, что мы находим в Восточной Европе, может очень сильно отличаться от того, что мы видим на Урале, или в Сибири, или на Юге России. Это очень разные климатические условия, и мы не можем использовать такую карту, слепо говорят, что у нас то же самое, что там в Большей, Латвии, Литве. Поэтому мы приняли решение в прошлом году с Дмитрием Супруновым, что нам нужно сделать такую карту непосредственно для России, раз уж у нас есть такое хорошее оборудование, и раз уж мы получаем такое большое количество образцов от наших клиентов, мы попросили не только наших клиентов, но и другие фабрики присылать нам образцы пшеницы, потому что мы решили первый такой большой анализ сделать именно по пшенице, но, конечно же, люди присылали нам и другие образцы кукурузы, шватаж, мухи, ячмени и прочее, поэтому точные цифры из-за большего числа репрезентативности пробы я буду говорить по пшенице, а все остальное я буду говорить как тенденцию, да, и без каких-то точных цифр, но я могу сказать, что практически картина одинаковая во многих регионах сейчас, и я могу вам сказать, что можете опираться на то, что я вам сейчас покажу, несмотря на там было больше или меньше образцов того или иного сырья. Это то, что мы получили сейчас, это даже не сейчас, а это к зернокамбикорма, то, что мы получили сейчас. В конце лета мы планируем сделать уже новую карту, более обновленную, делать ее так каждый сезон, то есть основываясь на тех образцах, которые поступают в лабораторию после зернокамбикорма выставки. Но уже к выставке зернокамбикорма, когда мы сделали эту карту, мы поняли, что год очень опасен по трихотицинам, класса А и класса Б, практически во всех регионах, мы обнаружим эти мифтоксины. Мы также понимаем, что фуманезинов в России фактически нету, охротоксинов тоже, мы встречаем охротоксины очень-очень редко, афлотоксины вы даже видите? Вот это проценты, что означает? Процент образцов с выше определенного уровня, понятно? Да, 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 то есть это процент образцов, в котором мы находили трихотицинный или охротоксинный или фуманезинный выше ПДК, так называем. Да, мы все равно пока были разны на эти цифры, для того, чтобы вам было проще понять, на что какие-то много-мало было обнаружено мифтоксинов. Соответственно, я дальше в конце, я покажу вам выводы, которые я сделаю из этого короткого, пока маленького исследования, но я 10 лет занимаюсь мифтоксинами, и я 10 лет анализирую корма, смотрю, какие цифры получаются в результате анализов. Могу вам сказать так, что такого урожая, как в этом году, ну, как уже в прошлом, кто пришел нам в прошлом году, не было ни разу за эти 10 лет. Что так сильно повлияло? Возможно, сильные климатические изменения, которые мы наблюдаем, наверняка повлияли крайне высокие концентрации удобрений химических, которые мы использовали в прошлом году. Такого количества, как в прошлом году было использовано удобрений, химических не было использовано никогда в России. Поэтому практически во всех образцах груза, которые мы получаем в этом году, мы видим крайне высокие концентрации мифтоксинов. Крайне высокие, что это такое? То есть, если вы видите, там цифра стоит 100. Это, кстати, те ПДК, которые я использую сам, по основе на них, я стараюсь сейчас подавать все интерпретации, это европейские ПДК. То есть, вы видите, что у них есть, да, низкие, средние, высокие. Вот, если мы говорим про Т2, то ниже, чем 1100, я не обнаружил ни одного образца. То есть, вы видите, что в 11 раз это самое маленькое превышение, которое я видел по кукурузе. То, что мы видели в Белгороде в этом году, это было 2800, 3600, 1200. То есть, ну, как бы, я раньше больше 150-200 в кормах редко встречал. В этом году крайне высокие концентрации. То же самое касается трихотеценов Б, Дона, и это касается как самой кукурузы, так и кукурузного глютена, потому что продукт переработки к глютену является еще более токсичным и опасным. Пшеница. Ну, я могу сказать вам, что в прошлом году все было зеленым. То есть, до этого, как видите, практически всегда пшеница была крайне мало токсичной. И в этом году, да, мы видим средние уровни по Дону, мы видим средние уровни по Зеролинону. То есть, может быть, не сильно высоким, как кукурузе, но тем не менее, так как ее процент в составе комбикорма больше, чем кукурузу мы часто используем. То есть, процент ввода выше, поэтому мы здесь встречаем средние уровни уже в готовом комбикорме. Ячмень. Да, вы его, наверное, используете немного, поэтому в готовом комбикорме он зачастую не так сильно опасен, но тем не менее, особенно на юге, те образцы, которые мы получали с юга, Савропольский край, Краснодарский край, мы увидели очень высокие концентрации по трефедициновым и в том числе по Зеролинону. Соевый широт. Кстати, интересно, что в процессе хранения соевого широта концентрации стали выше. То есть, если здесь был низкий, средний в начале кукуруза, когда мы делали, то сейчас я поставил средний и высокий, потому что, мы помним, да, у нас есть полевые микотоксины, которые в поле образуются, есть амбарные, которые в процессе хранения. Многие микотоксины развиваются в процессе того, когда мы храним зерно и широт, и сейчас у нас не так много поставщиков соевого широта, и, к сожалению, практически от каждого из них мы берем образцы сейчас, и они очень токсичные. Подсолнечный широт – картина приблизительно такая же. Да, ну, и что интересно, да, тоже скажу по результатам этого исследования, то, что мы видим не только ДОН, но ДОН-3-гликозид практически во всех образцах, потому что в этой лаборатории, которую в Сергееве Посаде вы можете анализировать в том числе H2-токсин, ДОН-3-гликозид, то есть те метаболиты или те микотоксины, которые в стандартных методах анализа вы не увидите. Теперь про профилактику. Что такое ассорбенты, да, то есть нам нужно выбрать правильный ассорбент для себя, или выбрать правильную, вернее, программу профилактики для того, чтобы предотвратить, как я говорил, попадание микотоксинов из желудка в кишечник и их дальнейшие действия на организм. Очень важно помнить, что нужно смотреть на высокая ассорбционную способность, нужно смотреть на десорбцию, то есть многие забывают о том, что микотоксин может быть связан ассорбентом, но в процессе того, как он идет по организму, по кишечнику, он может также происходить десорбция. Важно, чтобы ассорбенты не связывали у нас никакие питательные вещества, а это действительно часто происходит, если вы используете больше, чем 2-3-4 кг ассорбента, то зачастую у вас происходит связывание питательных веществ, и поэтому увеличивая их дозировку необоснованно или увеличивая дозировку слишком сильно, вы можете сделать только хуже. Также очень часто есть ассорбенты достаточно дешевые, которые мы получаем из болота, копаем глину, еще что-то, и анализируя эти ассорбенты в лабораториях на токсичность, мы видим в них присутствие диоксинов и тяжелых виталов, что, конечно, должно быть исключено для использования в кормлении птиц. К сожалению, компания использует такие продукты, использует по 4-5 кг, думая, что это поможет, потому что вроде как дешево, что всего там 50 рублей, положим 4 кг, лучше, чем 1 кг одного хорошего продукта. Но, к сожалению, это все приводит, во-первых, к тому, что связываются питательные вещества, во-вторых, к тому, что мы в итоге используем токсичные корма из-за этих ассорбентов, так называемых, и, да, все, заканчиваю. И, соответственно, у нас в этом году такое урожае в Европе, такое урожае получили в 2011 году. Многие компании собрались, я сказал, что нельзя торговать между странами Евросоюза, если в конечных продуктах питания обнаруживаются микотоксины, соответственно, компании-производители собрались, сказали, что пришли в ЕВС, а ЕВС это такая European Food Safety Association, да, Европейская Ассоциация по безопасности питания. Пришли и сказали, что а вот вы уже зарегистрировали более 40 продуктов, так называемых подсорбентов, да, а какое из них нам использовать, чтобы предотвратить вот это действие микотоксинов, попадание в конечные продукты питания, чтобы мы могли между странами торговать, что нам нужно, какое из них использовать, чтобы гарантировать себе это. ЕВС разработала для того, чтобы ответить на такой вопрос, так как они не знали, что именно, какой работает лучше, какой хуже, они разработали такой метод анализа, который основан на инвиво и инвитро тестах, чтобы посмотреть на действия всех этих микотоксинов. Соответственно, я не буду вам сейчас все 275 страниц этого анализа рассказывать, но я хотел бы дать вам посмотреть на заключение. Вот посмотрите, это адсорбция афлотоксинов всеми известными, не известными, а всеми присутствующими в Европе. У нас эта линейка будет еще вот такая вот, гораздо длиннее, потому что мы регистрируем все, что не попадя любые продукты в России, к сожалению, да. В Европе их около 40 было, и мы, соответственно, проанализировали, не мы, афлотоксинов, и мы видим, что практически всеми продуктами она достаточно высока. В то время как, делая такой же анализ в отношении трихотеценовых, в данном случае Дона, мы увидели, что Евса, вернее, увидела, что адсорбция не превышает 24 процентов одним всего лишь продуктом, а всеми остальными она ниже 20. То есть адсорбировать трихотеценовые, к сожалению, фактически невозможно оказалось. Соответственно, эти данные, они лишь подтвердили многочисленное количество опытов, которые были проведены уже ранее, до этого. И каждый из этих экспериментов, если гугли вы вобьете, да, я был сам поражен, но, действительно, вы видите полностью, опять же, на английском, да, на полное описание этих опытов, которые говорят о том, что, да, афлотоксины или афлодоспоринги можно адсорбировать в больше 80 процентов, у монезина где-то на 65-70 процентов, охротоксины около 50, зерлинон не выше 35, а это тот, который опасен для ростата, да, вы должны помнить, что он не адсорбируется, так же, как не адсорбируется трихватициновый, ни класса А, ни класса Б. Соответственно, нам нужно это обязательно помнить. Для того, чтобы с этими не адсорбированными микотоксинами бороться, опять же, та же самая Евса сказала, хорошо, есть другие продукты, есть такие продукты, как деактиваторы микотоксинов, не адсорбент, а деактиваторы. Некоторые компании заявляют, что они отличаются по своим функциональным способностям. Соответственно, Евса сказал, хорошо, мы тогда, раз мы не можем никакими адсорбентами бороться с трихватициновыми, мы тогда давайте проанализируем вот эти деактиваторы. Заканчиваю сейчас. Деактиваторы и свои досье предоставили 6 компаний, в том числе компания Биамин, потому что мы говорим, что у нас не адсорбент, а деактиватор микотоксинов. Что такое деактиваторы и что нужно было доказать в Евсе? Нужно было доказать, что в составе продукта есть ферменты, или дрожь, которая вырабатывает ферменты, или что-то, что вырабатывает эти ферменты, что эти ферменты направленно действуют не против негаркмалистых полисархаридов, а непосредственно против микотоксинов и расщепляют их до нетоксичных метаболитов. То есть, что у нас есть мегатоксин, на него действует фермент, и в результате получается то, что мегатоксин уже более не опасен. Соответственно, что мы доказывали непосредственно компания Биамин, то, что в составе нашего продукта есть дрожжи, которые вырабатывают ферменты эпоксидазу, которые действуют на атритециновые, за счет разрушения эпоксидного кольца и его перехода в двойную теновую связь, ДОН, Д2 токсины, они становятся нетоксичными. То есть, образуется нетоксичная форма текста валеном, которая уже при попадании в корм, в корме в составе корма в желудочно-кишечный тракт, не несет никакого вреда для птицы. Далее мы должны были доказать на пролимферации лимфоцитов, что образуемый метаболит, он в 500 раз и более-менее токсичен. Это тоже мы доказали. В отношении зеролинона, у нас есть фермент эстеразы, который разрушает оконное кольцо, путем гидролизации сложной эфирной группы и образуется нетоксичная форма зеролином, которая тоже, опять же, не будет уже опасна при попадании в составе корма для оролитического стада. Мы гордимся, что среди шести компаний, которые предоставили свое досье, мы единственная компания, которая прошла это исследование. То есть мы получили все заключения постепенно и на бентонит как адсорбент в составе нашего продукта, и на то, что у нас есть ферменты против зеролинома, и на то, что у нас есть ферменты против диоксиволинола и Т2-токсина, то есть трехфотициновых. Соответственно, это мы доказали в 2014 году, и с тех пор Мегафикс в Европе является первым и единственным доказанным деактиватором микотоксинов. И признанным. Что это означает? Мы единственная компания, которая имеет право на мешках писать деактиватор микотоксинов. Все остальные компании могут писать адсорбенты афлотоксинов с 2014 года. То есть это не так давно. Тем не менее, это факт, которым мы очень сильно гордимся, потому что мы единственная компания, которая смогла доказать действия нашего продукта в отношении не только афлотоксинов, но и трехфотициновых и зеролинона. А в прошлом году, в 2016 году, мы смогли также доказать действия наших ферментов, нового фермента, который мы получили против фуманезина, фумзайма, и ферменты МТВ против охротоксина. То есть мы получили полное досье теперь в отношении фактически всех микотосуществующих известных афлотоксинов и доказали в Европе то, что мы единственные, которые можем их полноценно деактивировать, то есть действовать не только против афлотоксинов, но и всех остальных токсинов. Сейчас на складе появился продукт Мегафикс 5.0. Буквально неделю, неделю или две недели назад его привезли. То есть это новый Мегафикс, в котором уже не только ферменты против трехфотициновых или зеролинона, но в том числе и против фуманезинов и охротоксинов. Также в составе есть гепатопротектор этого продукта, поэтому идет еще в том числе защита печени. Спасибо вам большое за внимание. Как я обещал, в конце даю ссылку на наш сайт, он русскоязычный. Все материалы, которые вы сегодня услышали, вы можете там скачать, в том числе методичку по отбору средней пробы, в том числе полный справочник по тому, как токсины те или иные влияют на организм птицы. Спасибо большое за внимание. Я в Вашем распоряжении сегодня. Вопросы задаем. Вопросы задаем. Вопросы задаем. Вопросы задаем. А скажите, пожалуйста, анализ кормов, это вы с поля собирали вам? Или уже никто не разобрали? Это мы и то и другое анализировали. То есть я скажу так, что мы просили фабрики просто прислать нам то, что у них есть, из разных регионов. Соответственно, брали по регионам уже и сделали какую-то аналитию. Но в фабрике нам присылали каждое то, что они получили с поля, так и то, что уже немножко прижало. Это было сделано в январе-феврале, ну то есть от этого года. То есть такие люди собирают. Уже собраны. Уже собраны. Уже собраны. Уже собраны. Вопросы задаем. Скажите, пожалуйста, вы изучали, как вот эти ферменты влияют непосредственно на организм птицы и на питательные вещества в поля? Мы нет, это изучалка ЕВСы, ну вот это ассоциация по безопасности питания. На организм птицы они доказали, что идет влияние за счет пролимферации лимфоцитов, так как я показал, то есть снижение уровня токсичности корма, ну который уже в составе находится в желудке. То есть мы доказали, что это действительно в первые 30 минут, пока лежит корм. Именно важно, да, что это не там через какое-то время долгое происходит, а эта деактивация происходит именно в течение 30 минут, 30-40 минут, пока корм лежит в желудке. То есть это мы доказали. И так как у нас ассорбирующие вещества, то есть бентонита, в составе продукта всего 10%, то соответственно мы можете даже 2-3 килограмма кладить в мегафикс, а ассорбции питательных веществ, полезных веществ происходить не будет. Тоже мы доказали. Ну конечно, если положить 5-6 килограмм, то будет не очень хорошо, но не стоит. Мы не рекомендуем использовать дозировки в любом случае выше, чем 2,5 килограмма. Дорогие господа, у нас рекламен, все остальные вопросы, просим задавать круглый стол и во время фуршета. А конечно же надо работать. Одно замечание я сделаю еще. Дозировка пол килограмма на тонну. Это очень мило. Не используйте это. То есть это вот такой вот обманный ход, трюк, не знаю. Вы просто сами задумайтесь, да? Если у вас нет микотоксинов, то зачем вам пол килограмма на тонну? Они не будут влиять. Если у вас много микотоксинов, то пол килограмма, когда у вас с вами будет, они у вас не спасутся. Хорошо, а сколько, если не пол килограмма, а сколько? Начинается от килограмма. Все равно пол килограмма это не рабочая дозировка. То есть это обман, это трюк какой-то. Я не знаю, люди говорят, а вот пол килограмма мы говорим, используйте, будет дешевле вам, не надо. А список ферментов? Модератор у вас. Модератор, ну ты же оближаешь. А можно еще один вопрос? Да, мне кажется, что я так немножко разбавить, не про птицеморство. Вот допустим, мы все тут из Белгородской, Своронежской, Ставропорья, и у нас очень развито рыбоводство. И в основном, да, карпа, и в основном карпа у нас кормят именно пшеницей или бурузой или чвенен, но чем попало, обычно гнилых. Ну, что, допустим, отходами и некачественными. Например, вот эти токсины, вот они все будут в рыбе откладывать? Конечно. Конечно, да. Ну, значит, что мы едим карпа, это отрава. Да, я могу вам сказать, кукурузу в этом тоже не ешьте, пожалуйста. Которые не горячие кукурузы, не вот эти вот бандевели, которые мы собираем. Поверите мне, что реально, вот сейчас много случаев с фиксируем отравления человека, это кукуруза. Хорошая или нет? Я буду на круглом столе сегодня, а сейчас пошел переводить имры. Так что... Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...